Всем привет, с вами Катя, и в сегодняшнем видео я вам расскажу, как сделать простой и быстрый макияж, используя при этом минимум средств, которые подчеркнёт все ваши достоинства и скроет недостатки. Такой макияж идеально подойдёт для школы, университета или же для работы, если вы всегда спешите с утра. Так что поехали! Да я универ ходила, как на карнавал, да. О, смотрите, как классно! О, боже, фуш, это был заглаз такой. Первое, что нужно сделать в любом макияже, это, конечно же, подготовить кожу и хорошенько её увлажнить. Для этого я буду использовать гель-сыворотку от Микса. Этот гель идеально подходит для чувствительной и молодой кожи, он отлично увлажняет и при этом не перегружает кожу, поэтому идеально подходит для нанесения под макияж. Я обычно наношу небольшое количество вот такими втирающими движениями. Следующий шаг это консилер. Да-да, я знаю, что обычно мы его используем после тональной основы, но для того, чтобы создать более естественный образ, я сначала перекрою самые очевидные недостатки консилером, а затем уже нанесу тональную основу. Консилер я сегодня буду использовать от Tarte и нанесу его на самые видимые недостатки. Ужасно на всё лицо. Кстати, отличным и более бюджетным аналогом этого консилера от Tarte является вот этот вот Infallible от L'Oreal. Он действительно отлично перекрывает все недостатки и точно так же очень долго держится, как и консилер от Tarte, поэтому попробуйте, очень крутой. Теперь растушую это всё спонжиком, ну, конечно же, можно это сделать и пальцем. Следующий шаг это, конечно же, тональная основа, но вместо тональной основы сегодня я буду использовать биби-крем от L'Oreal. Так как биби-кремы выглядят более натурально и естественно, и кожа выглядит более увлажненной и свежей в течение дня. Также можно нанести его пальцами или спонжем, это уже как вам больше нравится. Покрытие получается действительно очень тонким и невесомым, то, что нужно для школы и для строгих учителей. Следующими я буду делать брови. Сначала подведу их немного карандашом, потому что, мне кажется, они у меня немного светлые и у меня немного не устраивает их форма. Но этот шаг можно абсолютно пропустить, если вас устраивает цвет и форма ваших бровей, и можно просто ограничиться геем. Я буду использовать свой любимый карандашик от NYX. Сначала расчешу все бровки наверх, лосинки все и бровки. Я прорисую только хвостик брови, чтобы она выглядела максимально натурально. Теперь уложу бровки наверх вот этим гелем от Kodi Professional. Просто зачесываю волосы наверх и брови будут выглядеть более аккуратно и естественно. Теперь я буду использовать румяна. Сегодня я выбрала вот такие вот розовенькие от Evelyn. И я вам расскажу, как правильно пользоваться такими продуктами из тика. Так как если наносить продукт прямо из тика на лицо, он может подтянуть вашу основу и разрушить то, что вы уже делали на протяжении нескольких минут. Лучше всего нанести его либо на тыльную сторону ладошки, либо сразу на пальчики. Таким образом продукт разогреется от тепла ваших рук и вы сможете мягко и красиво растушевать его и получить естественный образ и такой натуральный эффект. Я не знаю, что еще сказать. Таким образом тональная основа останется на месте, а ваши румяны будут выглядеть красиво и естественно. Также вместо кремовых румян вы можете использовать любую понравившуюся вам помаду. Это может быть розовый либо красный оттенок. Главное, чтобы он подходил под тон вашей кожи. И с помощью своей помады вы сможете создать монохромный лук, используя ту же самую помаду на щеках и на губах. И еще один важный момент. Кремовые продукты лучше всего наносить сверху на кремовые продукты. То есть сначала наносите тональную основу, затем наносите тональную основу. Кремовые румяна или хайлайтер. И уже затем это все припудриваете или дублируете с помощью того же сухого хайлайтера или кремовые... Что? Сухо... Или дублируете эти продукты с помощью сухого хайлайтера и румян. Для такого случая, конечно же, хайлайтер можно пропустить или же использовать очень нежный и натуральный оттенок. Сегодня я буду использовать хайлайтер из вот этой вот палетки от The Balm. И я буду наносить его пальцами, чтобы сделать его максимально тоненьким и естественным. Для глаз я сегодня... О боже, фуша, это был заглаз такой. Глаза я сегодня просто подведу карандашом и накрашу коричневой тушью. Карандаш я буду использовать Maybelline Tattoo Liner. Мне очень нравится, что он стойкий и действительно не перепечатывается с верхнего на нижний века или наоборот. Как видите, прорисованная межресничная зона может кардинально изменить образ. Это выглядит очень натурально, но глаза кажутся очень яркими и большими. Если у вас густые черные ресницы, вы можете ограничиться просто карандашом между вашими ресничками. Ну а если у вас такие блондинистые ресницы, как у меня, то, конечно же, лучше всего их подкрасить. И натурально из всего выглядит коричневая тушь. Сегодня я буду использовать Max Factor 2000 калорий. Надеюсь, я не поправлюсь после этой туши. Мне очень нравится, что эта тушь отлично разделяет ресницы, но при этом она не выглядит такими комочками и не создает эффекта паучьих ножек. То, что и нужно для такого макияжа, который мы сегодня с вами делаем. У паука ноги или лапы? Какие там лапы, Марина? И последний завершающий шаг для этого макияжа это губы. Можно использовать ваш любимый бальзам для губ или же немного блеска. Я сегодня буду использовать блеск от Essence и нанесу его совсем чуть-чуточку. Чтобы придать этому образу сияние. Вот такой макияж у нас с вами получился. Я думаю, что он отлично подойдет для школы, потому что он максимально естественный и освежающий. И, конечно же, его делать всего несколько минут. Например, когда я ходила в школу, еще не было столько туториалов. Вообще не было туториалов, когда я ходила в школу. Сейчас они подумают, что мне 50 лет. Когда я ходила в школу, к сожалению, не было так много туториалов, поэтому я красилась, как мне казалось, красиво. Это были просто черные глаза и, не знаю, тональная основа на 20 тонов темнее, чем надо. Поэтому очень классно, что сейчас есть возможность посмотреть и поучиться у тех, кто знает больше. Обязательно напишите нам в комментариях, были ли у вас смешные истории, связанные с макияжем. Или же напишите нам, как вы красились, когда ходили в школу. Я надеюсь, что сегодняшнее видео вам понравилось и что оно было для вас полезным. Не забывайте ставить пальчики вверх и подписываться на канал. А еще нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления каждый раз, когда мы публикуем новое видео. Потому что мы готовим для вас еще много нового и интересного. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.